всем привет продолжаем рассматривать работы художников скульпторов картина николая г. саул у аэндорфской волшебницы картина написана русским живописцем николай на холсте маслом 1856 году размер ее 288 на 341 картина написано в мрачных оттенках применением ярко цветовых контрастов дух одет было снежное деяние а царь кроваво-красную мантию это позволяет выразительно выделить именно эти две фигуры на остальном темном фоне сюжет картины заключается следующим готовясь к сражению с филистимянами за предсказанием своего будущего к женщине с волшебной способности обращается царь саул ему перестали сниться сновидения и он начал веровать в то что его связанность с богом утратилась но не так то просто отыскать волшебницу саул лично отдал приказ своим подчиненным выгнать всех магов и колдунов боясь проклятия и порч оказавшись у волшебницы то задала вопрос саул какого человека ты намереваешь вызвать дух великий царь решение саула было непредсказуем ответ он пожелал узнать у усопшего самуила это был тот который еще при своем существовании предсказал смерть царя и всех его кровных наследников саул желает получить другое пророчество от самуила но дух умершего сообщает ту же самую весть которую говорит и при жизни готовясь к сражению с филистемянами царь погибнет абсолютно без сил саул падает на пол потеряв шанс на всяческую надежду это мгновение запечатлел на своем холсте гея тоже представлена самом деле царю был ли это действительно настоящий дух самуила а может это дело рук простой шарлатанки именно эти вопросы стали волновать людей во все времена обращаясь в темы для долгих дискуссий художника не было цели воплотить своей картине всю правду он профессионально отражает библейскую историю именно в том конкретном виде в котором она дошла до наших дней вот такое описание в интернете я нашел картине николая ге саул у аэндорской волшебницы пока пока до свидания всего хорошего